Мне очень приятно об этом говорить, знаете, как в романе. Правду говорить легко и приятно. И я начну не с журнала, а с личности. Журналы создаются людьми. И то, что Аусхан Кадар издает 15 лет этот журнал, это по нашим временам почти подвиг, интеллектуальный подвиг. Говорят, есть и место подвига, оно есть в том числе и в пространстве интеллектуальных усилий. Я присутствовал, когда отмечали 10-летние юбилеи журнала «Тамыр». Это было в доме Лосева на Старом Арбате в Москве, в доме Алексея Федоровича Лосева, выдающегося русского мыслителя. И я думаю, что это совершенно не случайно, потому что Лосева интересовал космос. И Аусхана интересует пространство космическое. Мы с ним часто рассуждаем о тенгризме. И то, что он делает, это совершенно выдающееся событие. И вы знаете, этот журнал, там, тираж небольшой, его пространение, такое, в общем, сложно это все делать по нынешним временам. Но он востребован и в России. Я когда получаю номера и приношу в университет или в консерваторию, где я преподаю, то всегда этим интересуется. Что мне приятно отметить, что интересуются как раз молодые люди. Вот ориентированные, молодые интеллектуалы, ориентированные вот на эту тему взаимодействия культур, поиска автономных смыслов, особенности национально-культурного мышления и так далее, и так далее. Вот это самое главное. Поэтому журнал очень ценный и нужно, конечно, вот, может быть, пользуясь случаем, я обращусь и к тем, кто может это сделать, конечно, нужно такие вещи всячески поддерживать. Понимаете, это такой, не просто глоток интеллектуальной свободы, но это такой знак, который дает возможность нам лучше понимать друг друга. Ну, знаете, что если человек знает только один язык, никакого другого не знает, то он, собственно, не знает и своего. И то, что вот в журнале печатаются люди из разных стран, причем он такой ориентации и философской, и культурологической, там есть и поэзия, и серьезнейшая критика, и вот сам факт присутствия в билингве, да, на разных языках, вот он, собственно, создает такое понимание нашего непростого времени, понимаете, такую теплоту сплачивающей тайны. И здесь Аусхану Кадарову можно только с благодарностью поклониться, то, что он это делает. Предметом философии сейчас, как и всегда, является одно – человеческое существование. Вот тот вопрос, который Гамлетт формулирует – быть или не быть, жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить – философия поддерживает человека. Человек – существо радикально не обеспечено, он, конечно, может быть и сильным, но вот то, что Паскаль назвал его мыслящий тростник, это подходит. Да, вот он тростник, он колеблется жизненными силами, ветрами, он подвержен действию судьбы. И современная философия мне представляется, вот она в последние 10 лет, она больше и больше смещается в проблематике индивидуальности, личности я имею в виду. А если говорить о художественной культуре, то это внимание к произведению. А если говорить о культурах в целом, то это внимание к локальным образованиям. Мы видим, что современный мир пронизывается глобальными стратегиями, но тем не менее существуют такие места укорененности, существуют гении местности. Вот Кадар – один из таких гений местности, он хранит свое место. Если философ хорошо хранит свое место, то он становится интересен и другим людям, которые живут в других местах. А если он плохо хранит свое, он никому не нужен. Поэтому, мне кажется, для современной философии важна такая тема, которую я называю тема топохрона, то есть тема расположенности, тема уместности мысли. Если мысль неуместна, то она всегда и неумна, она даже и не мысль. И вот в этом плане интерес к проблематике месторазвития, которой занимались евразийцы в 20-30-е годы. Вы знаете, сейчас евразийская проблема востребована на государственном уровне, это целая стратегия общения государств. Вот она как раз связана с этой темой предельного внимания к топосу проживания, к месту. И вот у русских евразийцев была такая теория личности, называлась персонология. Они полагали, что вот так нужно о человеке рассуждать, включая географические компоненты, личностные компоненты, религиозные компоненты. То есть сегодняшняя философская мысль, она выстраивается как внимание к событию, к неповторимому событию. То есть в какой-то степени предшествующая мысль, она или приводит, или выводит. Понимаете, есть какие-то идеальные образцы. Ну, допустим, у русского философа Владимира Соловьева есть слова, он говорит, образ Христа как проверка совести. То есть абсолютная мерила. Понимаете, вера сохраняется и сегодня в отдельных личностях, но она в какой-то степени парализована в массах. Боги, конечно, возвращаются. Они возвращаются не только как миротворцы. Идут религиозные войны. Поэтому сегодня предельно внимательно нужно быть к тем константам, к тем ценностям, которые способны удерживать мир. И вот задача философа — вот решать эти проблемы. Это одно. И второе, то, что современная философия, она, так скажем, активно обращена к решению, ну так скажем, прикладных проблем. Проблемы эвтаназии, проблемы самоубийства, проблем аборта. Это всё становится значимым для современного философа, потому что за всем этим стоит какой-то сбой в существовании. Понимаете? То есть незамечание таких вещей означает, что мы не замечаем жизнь. И, соответственно, нужны индивидуальные, интеллектуальные усилия, чтобы можно было видеть, что интеллектуал присутствует в этом мире, что он есть. Конечно, философов не всегда слышат, далеко не всегда любят. Мы знаем, что иногда это заканчивалось трагически, как в случае с Сократом. Но, тем не менее, философ – это тот, который способен поддерживать нашу жизнь в понимании. То есть это мышление о бытии. Не о том, что может быть, может не быть, а о том, что есть. И не случайно Аусхан Кадар постоянно говорит, что это журнал о бытии, о том, что существует, о том, что необходимо, о том, что нельзя обойти.